Витаю вас! В эфире черговый выпуск передачи «Авторитетная думка». И сегодня у нас будет фантастичное интервью, потому что у нас в гостях фантастичная людина Стивен Болдун. Привет, Стивен! Большое тебе спасибо, что ты согласился принять участие в нашем проекте и приехал в наш город Днепр. Когда я беру у тебя интервью, я хочу сказать, что невозможное – возможно. Скажи, пожалуйста, Стивен. Может быть, я сейчас проверю ваш латинский язык? Говорят по-гречески «кайрус» – то, что невозможно, что возможно. Это глава из моей книги, моя автобиография, которую я написал. Круто. Скажи, пожалуйста, какие фильмы ты снимался? Примерно 120 фильмов. Примерно 120. Какой бы фильм ты порекомендовал посмотреть? Мне задают очень многие люди этот вопрос. И каждый раз, когда я искренне на него отвечаю, мне просто не верят. Но, наверное, мой любимый фильм – это «Барни Флиннстоун». Я посмотрю его. Я посмотрю его. Скажи, пожалуйста, ты снялся в фильме «Шесть». Все ли актеры этого фильма являются христианами? Да, я думаю, что да. То есть это фильм «Шесть татуировок, отпущенных на свободу». Это был христианский фильм о откровениях. Очень интересная история. Там было много актеров. Одного из них звали Дэвид Уайт. А сейчас это основатель крупной компании Pure Flix. Они производят много христианских фильмов. Скажи, пожалуйста, там есть декорация орудия казни Плаха. Вы ее производили специально под этот фильм? Или где вы ее взяли? Прости, но меня очень сильно разбирало любопытство, когда я смотрел этот фильм. Иногда я делаю декорации для разных героев моих фильмов. Круто. Иногда. Скажи, пожалуйста, у тебя большой опыт жизненный. Какие навыки, какой скилл максимально помог быть тебе успешным, быть эффективным? В этой жизни успех может иметь много разных значений. Мне кажется, что самый главный успех – это возможность сделать то, что тебе хочется. Но, наверное, этот ответ будет разным для разных людей. Все дело в том, что вы хотите в жизни. Я лично нахожу гораздо больше удовлетворения в своей карьере сейчас, когда я занимаюсь благотворительной деятельностью и похожей деятельностью. То есть мне очень нравится делать что-то хорошее, помогать другим. То есть вот подобные вещи. Сейчас я могу делать, например, документальные фильмы. И мне это очень нравится, заниматься благотворительностью. Я сейчас зарабатываю деньги не только для своих голливудских проектов, а для того, чтобы помогать другим людям. Вот это новое направление в моей карьере, я это понял, вот это новое направление, нашел новый смысл. Я могу с уверенностью сказать, что это произошло благодаря моей христианской вере. Кстати, сегодня ты будешь участвовать в проекте «Трансформация» в качестве специального гостя. И мы ждем от тебя, что ты расскажешь нам, в какой момент в твоей жизни произошла трансформация. И мог бы ты сейчас для интервью сказать, вот что послужило принятию решений таких радикальных? И в твоей жизни произошла трансформация твоей картины мира, твоих убежденностей, твоих ценностей и твоих приоритетов. Люди по всему миру одинаковы. Темы рождены со стремлением к счастью. Поэтому, когда я сейчас путешествую по миру и встречаюсь с самыми разными людьми, для меня я вижу самое большое благословение через людей, которые могут быть богатыми и при этом проявлять любовь. Не все люди хотят понять, что именно для этого мы здесь. Поэтому, что касается моей жизни, в моей жизни произошли удивительные и очень сильные вещи. Потому что в этом мире каждый день мы принимаем решения. Мы можем быть счастливы или несчастливы. Мы можем найти счастье. Это то, что произошло со мной. А в моей жизни не было таких ситуаций, когда я вот завтра должен был бы умереть. Жизнь прекрасна. Никаких проблем. Но Бог пришел в мою жизнь, в мою семью, чтобы сказать мне, что у меня для тебя есть нечто другое. Поэтому сейчас для меня и моей жены в нашей жизни открылась новая страница счастья. И это самая замечательная страница. И мы с нетерпением ожидаем того, что мы еще что-то большее сделаем здесь, на Украине. Как же Стивен Болдвин, будучи работником Голливуда, как он пережил вот это особенное преобразование, изменение? Я просто пережил то, что получил мудрость, которую можно получить только из Библии. Я особенно говорю молодым людям, помните, то переживание Бога мы получаем только тогда, когда обращаемся к Нему с просьбой познать Его. Я думаю, что это самое важное, что должны понять молодые люди в Украине. Если вы попросите Бога, Он вам обязательно откроется. Спасибо. Спасибо, Стивен. Я предлагаю сейчас перейти в зал, там, где ждут нас, ребята из нашего города. И ты расскажешь им о твоей трансформации в жизни. Спасибо тебе еще раз за приезд. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok